Строительство социального жилья – одна из приоритетных задач, которую ставит губернатор Брянской области Александр Богомас. Региону необходимо жилье для детей-сирот, врачей и тренеров. Однако уже четвертый год подряд возникает проблема. По отчетам статистики, цена квадратного метра в регионе максимально низкая во всем ЦФО – 44 тысячи рублей, средняя по стране – 53 тысячи. И за эту цену просто нереально приобрести жилье на рынке. Но при этом регион ежегодно выделяет средства на покупку социальных квартир. Однако из имеющихся в бюджете в течение четырех лет с 2018 по 2021 годы средств в размере 2 миллиардов 600 миллионов рублей на приобретение жилья удалось использовать лишь 1 миллиард 600 миллионов. Именно на основе данных статистики Минстрой России определяет стоимость квадратного метра для регионов. И для Брянской области цифра на второй полугодии 2021 года составляла 34 тысячи 190 рублей. В сравнении с другими 18 субъектами ЦФО на Брянщине самая низкая стоимость жилья. Приобрести жилье с учетом установленной стоимости одного квадратного метра, особенно на территории города Брянска, нереально. Министерство по этому параметру установило 34 900. Ну, понятно, что нам очень сложно купить, потому что не предпочитать только такие застройщики, но как зубы, кто-то, 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 кто-то. За 39 тысяч рублей складывается средняя стоимость – 44 тысячи. Два года она и вовсе держалась на уровне 34 тысячи, практически блокируя возможность приобретать социальное жилье, хотя средства на это в областном бюджете были заложены в достаточном объеме. Почему два года у нас цена 34 тысячи? Почему не 50, не 60 тысяч? Ну, сейчас цена 44. За 44 тысячи можем купить квартиру с вами? Вот сейчас прямо оттуда уходим, мы набираемся, и 44 тысячи покупаем квартиру. Не сложно, что можно сказать. По инициативе депутатов Брянской областной думы вопрос стоимости квадратного метра жилья рассмотрели на заседании профильного комитета, после чего депутаты обратились к губернатору с предложением вынести эту тему на обсуждение правительства. На комитете добиться вразумительного ответа от руководителя Брянскстата, почему цена на жилье по статистическим данным такая низкая, не удалось. Не смог ответить Владимир Кларштейн на вопрос, почему из-за этого должны страдать люди, которые нуждаются в квартирах. Мы сегодня будем опять ставить вопрос о детях, сиротах. И вот сидит человек, который непосредственно помогает нам решить этот вопрос зубитого. Это не та цена. Это просто не та цена. И вот мы сегодня хотели, как и я хотел услышать собственными ушами, почему она такая происходит. А происходит по той причине, что некоторые просто не дают, либо дают так, как им нужно. Стоимость элитного квадратного метра достигает в Брянске московских цен. Есть жилье на вторичном рынке, которое продают и по 31 тысяче. Таким образом, средняя стоимость в регионе должна быть в районе 80 тысяч рублей. Как пояснил Владимир Кларштейн, и застройщики, и риэлторы подают в статистический отчет те суммы, которые считают нужными, и достоверность этих данных никто не проверяет. А почему налогу не дают? Он говорит, не имеем права. Мы ФСБ не имеем права давать эту информацию. Тогда я спросил, а как тогда? Да, мы пишем письмо. Ты на руку послушайте внимательно. Мы пишем письмо. Мы пишем. Статистика пишет застройщику. Все, вечер я звоню. Дайте мне, пожалуйста, информацию, по какой цене вы продаете. И они дают. Я спрашиваю руководителя. А вы проверяете, по какой цене? Что они вам отвечают? Написали. Нет, не проверяю. Так они могут вам написать все, что угодно. Более того, и наказание за такой, по сути, подлог и незаконные действия никто не несет. А некоторые компании и вовсе отказываются предоставлять сведения о стоимости своих квадратных метров. А принудить их к этому, по заявлению Владимира Кларштейна, никто не может. Сейчас нам согласились отчитываться и 45, и 44 будут давать отчеты. Если будут сделки на рынке. Ну вот за первый квартал. Они, большинство покажут сделки, но по крошке сделки сейчас там происходит пора заниженной цене. Выходит довольно странная картина. Риэлторы в своих отчетах занижают реальную стоимость квадратного метра, скрывают прибыль своих клиентов и собственную, не платят в реальном объеме налоги. А власти просто не могут купить квартиры для детей-сирот, медиков, тренеров. Потому что если купить жилье по цене выше, чем указывает статистика по региону, а это 44 тысячи рублей, сразу же подключаются правоохранительные органы и выясняют, почему квартиры покупаются дороже указанной стоимости. А виновник кто? Виновник статистика, которая заявила перед депутатами. У меня они все обратились в депутаты. Не строители. Александр Васильевич, так хорошо я сказал нам, что не может дать эти данные, кто не представляет, потому что это такая секретная, даже ФСБ не могло их дать. Ну, мне сразу вопрос возник. Послушать Параштейна. Обратиться в Север-Века. Обратиться в конкретную руководитель Параштейна в Москве. По итогам совещания Александр Богомаз дал поручение в Рио заместителя губернатора Брянской области Олегу Набоке, а также заместителю губернатора Владимиру Реунову разобраться в ситуации, подключив к работе правоохранительные органы, антимонопольную и налоговую службы. Александр Новиков, События.